Благодарю. Приветствую вас, коллеги. Вначале техническая проверка. Нажмите огонечек, если меня хорошо видно и слышно. Пошли огонечки. Здорово, отлично. Значит, мы с вами поработаем этот час над такой интересной темой, как тревожность. Причем это тревожно сейчас повсюду, и у взрослых, и у детей достаточно включить новости, и она начинает бурзить везде. Ну что ж, начнем тогда. Да. Кстати, вы, наверное, все-таки, поскольку мы говорим о детях дошкольного возраста, да, и младшими детьми младшего школьного возраста, будет, вот это все нам очень интересно сегодня рассмотреть, и педагогам в младших классах, да и взрослым людям, потому что эти инструменты применимы в любом возрасте, к тому же мы лучше будем понимать, как работает психика наших детей, нас самих. Во-первых, мы рассмотрим такие вопросы, как природа тревожности, как она вообще происходит, особенности детского восприятия, потому что ребенок по-другому воспринимает. Мы уже выросли, мы-то не помним, как у нас было тогда, да, мы можем помнить где-то в 6-7 лет, а как было в 3-4 года вообще не помним. Как работает арт-терапия вообще, в чем ее особенности, конкретные примеры использования упражнений для работы с этим. Вот вижу, откуда вы, сеть частных садов и дети с ОВЗ. Это еще более ранимая категория, более четкая. Ну что ж, природа тревожности, вообще как она возникает? Скажите, пожалуйста, поставьте огонечки, вы сейчас чувствуете в последнее время тревожность какую? Кстати, тревожность усиливается еще знаете чем? 14 октября по 28 октября начался коридор затмений, это несколько затмений. Ученые уже проследили, статисты, что статистика, вот в день затмения плюс-минус 3 дня обостряется у людей тревожность, мыслительные процессы начинают хуже работать и больше аварий и катастроф попадает именно на эти дни. Да, да, есть тревожность. То есть даже в связи с этим тоже активно мы будем наблюдать, как у детей какие-то взрывы. Ну, хотим-не хотим, природа на нас действует точно так же, как эти магнитные дни на солнце, на солнце какие-то колебания, и это действует на нас. Много детей с тревожностью, большое количество в группе. О каких огонечках идет речь? А Наталья Бузоверия, да, если посмотреть чуть левее, внизу есть реакция аудитория, там где часик, ручка и дальше огонечек. На нее можно нажать и получить... Вон, кто-то засветил, и вы увидите оранжевый огонечек. Вот на нее нажимаете, и становится понятно, что за огонечки. Если вам что-то нравится, кстати, вы можете прямо нажать огонечек, а можете в чате задавать, кстати, свои вопросы. Я постараюсь по ходу ответить на них. Как проявляется эта тревожность и на что она влияет? Итак, как возникает тревожность? Во-первых, это среда, это внешняя среда, которая воздействует. Разговоры взрослые, которые говорят, но денег не хватает, скоро зарплата, как мы это купим, как мы это сделаем? Это обычные разговоры. Разговоры, смотри, там что творится по телевидению, новости. И вот эта тревожность, даже если фоном идет телевизор, это передается детям. Я решила убрать свои волосы, а они все-таки такие непослушные. Простите. Вот, они тоже тревожатся, да, говорят волосы с антеной. Ну что, дальше. Наша среда, это разговоры вокруг, которые ведут взрослые. Второе, привычное состояние опасности, это когда у ребенка постоянно в жизни какие-то сложности. Там папа может прийти закричать, мама истерить. Вот это привычное состояние опасности, когда ребенок присмотрит, а что там случится или чего-то. Может, дома есть какое-то животное, которое может полаять, напугать. Если они дрожат с собачкой, то хорошо, но иногда вот этот резкий звук может стать фоновым раздражителем, который постоянно присутствует. И ребенок всегда в напряге, чтобы защититься. Там старший брат, сестра, которые могут что-то такое сделать. Это привычное состояние опасности. И необъяснимые причины. Мы рассмотрим сегодня еще и такой интересный вопрос, как внутриутробный опыт. И первый год жизни, плюс еще к необъяснимым причинам, можно сделать и проблемы со здоровьем. Когда где-то болит в животике, урчит что-то неспокойно в теле, напряжение. Это все взаимосвязано, потому что мы знаем, что 90% болезни – это психосоматика. И когда у человека все с нервами спокойно, он чувствует себя уверенно. Даже вирусы обступают его в его зону защиты, не заходят. Так что даже проблемы со здоровьем имеют связь именно с психикой, с психологической составляющей. И так, среда – это страшные истории кино. У меня был случай, когда у меня племянница, значит, мы смотрели фильм, это было давно, сейчас ей 30 лет, Готика 5. Мы смотрим фильм «Спрут», тогда был сериал. И там такой, получается, кадр пошел, что застрелили, убили ребенка, мальчик 12 лет. Ну, вроде посмотрели, надо же, у нас была своя реакция, может, ребенок бы и не заметил это в фильме, но мы сказали, и прошло. Мы-то забыли. Ребенок никакой реакции не дал. И вдруг ночью у нее начинается сильный тремор, она вся вот так дрожит. И вот этот гнетущий страх, мы ее разбудили, попытались привести ее в состояние, немножко успокоить. Конечно, вы знаете, я бы сейчас так не сделала, я бы сделала по-другому. То есть разбудить, тихонечко поговорить. А там сказали, чтобы ребенка вывести из этого состояния, надо поставить на, говорили, под ноги холодную сырую тряпку, да, чтобы его вывести из этого состояния. Резкий выход тоже как бы успокаивает ребенка, но не решает проблему. Лучше, когда мы проговариваем с ним, мы говорим, все хорошо. Вот это осталось у меня на памяти. И теперь, когда вдруг вижу какая-то страшная история и в комнате поблизости есть ребенок, сразу меняем канал. Сразу меняем, чтобы ребенок этого не видел. Нам кажется, это идет фоном, но это влияет. Больше всего на ребенка влияет наша реакция. Новости по телевизору, конечно, они с утра до вечера идут. Есть люди, которые по всем каналам пересматривают. Смысла в этом нет, друзья мои. Людям даже говорят, что вот очень хотите узнать новости, один раз в день включите, узнаете и дальше не смотрите, потому что это плохо влияет на психику даже взрослого, сильного человека, а не говоря уже о детях. Разговоры взрослых касательно разных вещей о болезнях, о травмах, о нехватке денег, о том, что государство плохое. Ну вот это все жалобы, сосед плохой, кто-то плохо сделал, там случилась авария, не дай бог, что-то вот такое. Вот мы читали, компьютерные игры агрессивного характера это просто бич современности. А вы знаете, компьютерные игры агрессивного характера для детей слушат какой-то защитой, потому что когда они видят, какой мир страшный, в этой игре они учат сопротивляться этому страшному миру. Это компенсаторика. Если у них в окружении не будет этого страха, они будут играть в другие игры. Есть же разные игры. Кто-то играет, там ноты музыкальные строит, какие-то фантастические вещи рисует, интерьеры красит, девушек одевает, что-то другие вещи делают, мальчики тоже гонятся на авто. Но агрессивный характер, это бить, стрелять и так далее, это как компенсаторика той агрессии, которая идет вокруг, и ребенок не может в реальности ему отвечать. Он отвечает здесь в компьютерных играх. Дальше. Тревожность родителей. Иногда некоторые родители настолько тревожны, вам, ой, сейчас простынет, сейчас упадет, ой, там дорога, там машина. Когда я слышу, какие новости, что случилось с детьми, мне просто плохо. Вот многие родители настолько внутренне переживают чужое горе, причем переживают горе, а не радость. Если бы они переживали радость, как хорошо, смотри, как хорошо у того человека был, у него ребенок счастливый, здоровый, успешный. Они, значит, я тоже могу сделать так, чтобы моему ребенку было хорошо. Пусть у него будет хорошо, и у меня, если во вселенной у кого-то есть хорошо, у меня тоже может быть так. Вот это положительное мышление. Но есть еще и завидное мышление. Смотри, у него так, а мой оболтус. А если бы у меня были деньги такие, я бы его в такие кружки отправлял. И так далее. Вот это недовольство внутреннее. Или гиперзабота. Надень шар, побежи шапку, надень шапку, побежи шар, вот это все. Не делай этого, не делай того. Вот эта тревожность родителей, она заразна. Потому что, вот вы, наверное, чувствовали, если сидите с человеком, рядом с человеком, который эмоционально такой тревожный, Эта тревожность автоматом переводится на вас. Вы тоже начинаете чувствовать эту тревогу. У вас сердце начинает быстрее биться. То есть это некое поле, которое нас заражает. Спросите, как противостоять этому полю. Надо, во-первых, его заметить. И самому себе сказать, спокойно, спокойно, я спокойно. Есть такое в цигуне упражнение, или где, я не знаю, я лет 20 случайно услышала об этом, начала использовать. Когда вокруг тревожно, концентрируетесь на точке Ц, это находится 5 сантиметров ниже пупка и поглубже. И в этой части дышите и говорите, все спокойно, я спокоен. И тогда и вы успокаиваетесь, и вокруг люди тоже успокаиваются. То есть получается, что мы заражаем их спокойствием. То есть мы можем нивелировать тревожность другого человека своим спокойствием. Если же мы ничего не делаем, то мы подвергаемся его нападению. То есть вот это такая вещь. Дети, конечно, это пока не чувствуют. Хотя иногда ребенок придет такой радостный, счастливый, и вы тоже становитесь счастливее. Почему? Потому что у него заряд энергетика больше. У детей энергетика сильнее, если его не задавили, чем он взрослый. Поэтому, когда мы видим ребенка, а он такой радостный, на нас переходит эта радость, мы тоже становимся радостные. Вы, наверное, педагоги, постоянно общаетесь с детьми и видите, как настрой ребенка влияет на вас. И вот чай энергетика сильнее, то и работает. Следующая-то особенности речи. Вот об этом сейчас поговорим отдельно. Во-первых, мы говорим, осторожно упадешь, поранишься, заболеешь. Там насморк будет, будешь кашлять, кровь пойдет, всякие страшилки. Что получается? Мы программируем отрицательный сценарий. Отрицательный сценарий, который есть. Дальше запрет на проживание жизни. Не беги, ни кличи, ни трогай. Сейчас уже психологи определили, что такие вещи говорят о том, что не живи. И ребенок, уже вырастая во взрослую жизнь, он не может проживать жизнь нормально. Он не знает, чего хочет. У него нет силы что-то делать. Даже когда приходит на него опасность, мы столько говорим, не-не-не, не делай этого, не делай того, что он даже не знает, что делать. Он становится бессильным. Так, читаю комментарии. На мой взгляд, не только игры, но и то, как родители дают бесконтрольно смотреть в телефоне YouTube, где они здесь смотрят. Видимо, какие-то им попадаются, а там куча разного мусора, который влияет не только на эмоциональное состояние, но и на развитие в целом. Можем повлиять. Да, Анастасия, вы правы, но мы никак не можем контролировать. Нам придется принять этот факт, что сейчас, в данное время контролировать видео детей мы просто не в состоянии. Если мы можем забрать у ребенка смартфон, но если он в школе, и друг смотрит в телефоне, он будет с ним смотреть это. Единственное, что мы можем сделать, привлечь его внимание к определенным ценностям, чтобы он искал это. Давайте скажем, что тот же самый интернет, он очень четко, алгоритмы выверяют, какие вещи смотрит человек. Он смотрит, на что он реагирует, то ему и показывают. Хотите сделать пользу? Возьмите телефон ребенка, поищите там интересные для детей, для детской аудитории, скажем, песни, научные открытия, сказки. И ему система в этот TikTok будет подавать именно такую информацию, на которую он посмотрел. Несколько лайков поставьте, с ним рядом посидите, увидите что-то хорошее, лайки поставьте. Ему будет это показываться. Запретить не можете. Вы можете просто воспользоваться такой хитростью бигдатой. Используйте эти средства на свое усмотрение. Вот, вижу ваши огонечки, спасибо, спасибо. И следующая особенность речи – это деление на черное и белое. Вот это хорошо, это плохо, это зло, это доброе, это опасное, это полезное. Мы постепенно переходим в такой мир, в такое состояние, что нет однозначного ответа, что хорошо, а что плохо. Где зло, где добро. Где опасно, где безопасно. Абсолютно. Мы не можем стопроцентно взять и разделить на черное и белое. Самый яркий пример. Обманывать хорошо? Нет. Обманывать плохо. На самом деле ложь – это большой бич. И в Библии, и в разных учениях сказано, что обманывать плохо. Но если кто-то нападает на ребенка или пытается что-то сделать, вот, скажем, маньяк уговаривает ребенка или что-то, а ребенок чувствует, он не может сказать что-то, он хитрит, он обманывает. Что он делает? Он спасает себя. Он, сказав правду, он может навредить самому себе. Получается, что ложь в каких-то ситуациях, проявляя, называется уже хитростью, которую может вывести человека из сложной ситуации. Но если он хитрость постоянно использует в своей жизни, он далеко не идет, не пойдет, потому что через тот поворот появится кто-то, который ему даст по башке и скажет, «Знаешь, ты со своей хитростью, лиса такая, уйди!» Да, почитаем тему еще в продолжении телефонов. Могу добавить, что и мальчику два года началась истерика, что на улице без мамы не пойдет, там звезды и роботы. Ах, вы, а вот, вот, друзья мои, почему в два года ребенку дают телевизор. В этом году учебному гораздо лучше стали фильтровать просмотр. Да, то есть вот есть определенный возраст, до какого лучше не давать. Давайте книжки, разукрашки, цветные, яркие книжки. Эти гаджеты, они позже пойдут. Или это может быть планшет, все-таки это на зрение тоже влияет, без интернета, в котором залиты, то есть нет свободного доступа куда-то, залиты детские песни, детские картины, детские сказки. Какую бы кнопку он ни нажимал, ни на что вредный, опасный он не выйдет. То есть вырабите на этих гаджетах весь интернет-доступ беспорядочный. И тогда ребенок может, ну вот нажимает кнопку, там меняется, то есть он приобщается к этой культуре интернета, технологии и так далее. Но это будет безопасная для него зона. У нас же есть дома, у нас же есть стены, мы не открываем. Почему? Потому что нам нужна защита некая. Здесь закрыть интернет для ребенка будет, конечно, положительно. И все-таки лучше бумажные книжки. Как это донести до сознания родителей? Как это донести до сознания родителей? Вы знаете, никак. Если родитель не хочет, чтобы до его сознания что-то дошло, вы нарочно ничего не сделаете. Как хотите, сделайте. Много лет назад я услышала одну фразу. Фразу сказала артист Фронзик Макурчан. Если помните, из Мемино. Был какой-то вечер, он сказал такую фразу. Вы знаете, очень стыдно учить. Невозможно никому, никому, никого ничему научить. Человек сам учится. Если он учится, то учится. Если нет, то его просто невозможно научить. Вы же не можете прорезать, делать мозг и туда залить информацию. Просто невозможно. Пока не возникнет какая-то ситуация, которая заставит их пересмотреть, они туда не пойдут. Вот в чем дело. И не надо думать, что родители до их сознания не доходят. Они мимо-то знают, но родители хотят свою жизнь тоже прожить. Потому что, давайте скажем, сейчас, когда в школу ребенок пошел, родители, в первый класс, у родителей полностью исчезает своя личная жизнь. Потому что столько заданий задается, причем задается с тем, чтобы это ребенок сделал с родителем. Не самостоятельно. А вспомните нас. Мы же с вами, когда учились, мы все домашние задания делали самостоятельно. А сейчас такая нагрузка идет, такая тема. Причем в таком виде, что дети самостоятельно не справляются. В этом уже мы с вами виноваты. Мы что хотим сделать? Лишить ребенка семьи, семьи гармонии, простого человеческого общения с родителями и привести на другую сферу. Ребенку с родителями надо просто играть. Так, ребенок пошел в первый класс, огромный образовательный центр, родители на территорию не пускают. Он остается один, как справиться с этим, как быть спокойным за ребенка. Ой, дорогие мои родители, знаете, мы, даже будучи рядом с ребенком, прямо на расстоянии одного метра, можем не усмотреть, не упустить ничего. Надейтесь на Бога, как хотите. Вот это самое простое лекарство. Ангел-хранитель, защити моего ребенка. Вот единственное, что я вам могу сказать. Переложите ответственность на Бога, вам станет легче. На силу высшего порядка, на нечто большое, чем мы с вами, потому что мы с вами не Боги. Вот, давайте, когда мы делим на черное и белое, у ребенка тоже получается тревожность, потому что если это не белое, то точно черное. А это черное уже повод для тревожности. А между белым и черным есть еще куча, большой диапазон белосероватых. И он это не различает, не различает, пока мы ему это не покажем. Внутриутробный период. Это очень интересно, интересный такой момент. Когда формируются эмоции у ребенка? Во время оплодотворения яйцеклетки. Яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом не во время сексуального акта. Это проходит через какое-то время. И здесь процесс очень интересный. Сделаны много сеансов. Я сама тоже проводила сеансы у себя, смотрела у моих клиентов, когда мы рассматривали процесс оплодотворения. Здесь запрятано очень много травм. Например, когда сперматозоид встречает яйцеклетку, он вливается в яйцеклетку, нарушает его поток, и часть его яйцеклетка захватывает, и хвост отваливается. Для кого-то это такая травма, что если я завершу дело до конца, то мне будет плохо. Часть, я потеряю значимую часть себя. И люди делают очень много дел в деле, и никак не могут довести начатое до конца. Почему это травма? Спортсмены идут на соревнования, у них на тренировках великолепные результаты, а они всегда вторые. Вот первым быть им страшно. Вот чуть-чуть, вот секунды, миллиметрика чего-то не хватило до первого места, второе место. Иногда, и вот с помощью психологии прорабатывается этот опыт заново, и меняется восприятие мира. Прикрепление зиготы к матке, это когда зигота, это уже оплодотворенная яйцеклетка, находит свой первый дом. Это ощущение дома, насколько ему комфортно, хорошо чувствует, нехорошо чувствует. Дальше проживание, рост в утробе матери. В определенной природе развивается определенная чувствительность. И если есть внешние раздражители на маму в эти периоды, то это влияет на какие-то вещи. Например, вот когда мы смотрим ОПЗ проблемы, это что, ребенок плохо видит, плохо слышит, плохо чувствует, у него сенсорная недоразвитость очень часто. И что мы смотрим? Восьмая неделя развивается кожная чувствительность, это тактильность. Да, запись будет. 14-15 недели – это вкусовая и тактильная чувствительность. То есть вначале кожа – защитная поверхность, а потом уже чувствительность. Моторная реакция на громкие звуки. Когда ребенок рождается, у него самые первые страшные, что может делать – это звуки. Они боятся, они вскакивают от сильных звуков в большинстве своем. Потому что в утробе матери, они были в определенной звуковой, атмосфере, гул какой-то, им это было привычно. А тут выходит и бац, им другие звуки. Ну, некомфортно. Двигательная, эмоциональная реакция на отрицательные положительные стимулы вкусовой, тактильной звуковой модальности. То есть мозг развивается. И на каждом этапе, когда проявляется что-то, ребенок чувствует. Дальше. Смотрим 26-28 недели. Зрительный анонимизатор. Мимическое выражение эмоций. Страх, гнев, радость, удивление. Кстати, давайте скажем, что в природе нет неправильных чувств, неправильных эмоций. То, что мы пытаемся задавить у детей. Страх, гнев и прочее. Называя их плохими эмоциями. На самом деле, очень полезные эмоции. И, кстати, 3 ноября я проведу вебинар на эту тему о том, как гнев и агрессию перевести в положительное русло. И это как может нам помочь. Итак, рождение. Как происходит рождение? Ребенку в своем домике, уютном, у мамы в животике становится плохо. Тесно. И еще мало того, еще и начинаются схватки, когда мышцы мамин животик выталкивают его, выкидывают, выбрасывают, изгоняют из его уютного домика. Это тоже некая травматическая ситуация. И как выходит, как встречают. Если ребенка хорошо встречают, если при этом до рождения мама разговаривает с ребенком, что ты пройдешь, будет немножко тесно, но я тебя люблю, я встречу тебя, вот эти внутренние мысли ребенка сопровождают по жизни, дают какую-то уверенность. Если же разговора такого не было, некоторые мамы делают это интуитивно. Некоторые говорят, да это не важно, он же не понимает, он же еще не родился и так далее. Не разговаривают, это может служить тем, что появляются какие-то травматические ситуации. В этих травмах, кстати, не нужно обвинять никого, ни маму, ни папу и так далее. Потому что все травмы, которые у нас есть, родились еще задолго до нас, у нас в роду, у многих поколений. И мы повторяем эти травмы. Любая травма служит для того, чтобы раскрылась наша кармическая программа, наше предназначение, называйте как хотите. Это направляет нас развиваться в определенном направлении. Или это жизненная задача нашей души, которую она преодолевает в этом опыте. То, что я говорю сейчас, некоторое может показаться некой эзотерикой. Друзья мои, эзотерика не оскорбления. Сейчас ни один уважающий себя психолог уже не отвергает, что есть нечто невидимое, незримое. Это мир Нави, как в российских старых сказках. Мир Яви и мир Нави. Это невидимый мир, который он и есть. И он проявляется в том, как мы живем, в том, что в нашей жизни происходит. Вообще заблуждение, что ребенок ничего не понимает. Да, и когда некоторые говорят, что ребенок чистый лист, никакой не чистый лист. Это уже полное программное обеспечение. Когда вам компьютер дают новый, он там нет ничего чистого. Там программное обеспечение уже заложено. Вы можете новые файлы делать, только использовать те программы, которые уже там есть. Вот это и есть ребенок. То есть там полная программа. Шесть движений любви. Руэлла Франко писала. В первый год жизни ребенок учится некоторым вещам. Первое, когда он только рождается, он просто лежит. И здесь важно умение расслабляться. Если ребенку комфортно, если его берут на руки, если у него постелька мягкая, ребенок может расслабиться и отпустить свое тело. Это важно, чтобы ему было комфортно на груди у мамы. Вот это самое удобное место. Прикасание к голому телу, родному, дает чувство уступания веса. Тогда люди могут легко по жизни расслабляться. Даже взрослые люди. Кстати, кто такая Руэлла Франко? Она занималась йогой. И те знания, которые она говорит, она услышала у своих восточных мудрецов и повторяет. И самое интересное, что получается? Она лечит взрослых людей. Если у них какие-то проблемы по этим пунктам, которые ребенок, будучи ребенком, человек недополучил в детстве, в возрасте до одного года, она дает пережить. То есть расслабиться, начать мягко полежать, его приласкать. Вот теплым одеялом укутать. Есть, например, утяжеленные одеяла дополнительным весом, которые дают детям для того, чтобы ребенок успокоился. Так, дальше опереться. Ребенок только начинает операться, он толкается ногами, он поднимается. И вот умение толкаться, отталкивание, и ножками отталкивает. Это очень важно. Подставляйте ручку, чтобы он мог оттолкнуться. Хвалите его, когда вот этот процесс он делает, ему это следующий этап развития. Дальше он тянется до игрушки. Что мы делаем, когда ребенок тянется до игрушки? Мы берем и даем ему в руки эту игрушку. Неправильно, понимаете? Или даем другое. Когда мы даем другую, ребенок не понимает, и искажаем его желание. Он хочет одно, мы ему другое даем. Дальше, когда он тянется, дотягивается, он учится ставить цели и дотянуться. И если он сам дотянулся, он понимает, что я могу взять и схватить. И даже если у него был внутри ровная травма, соединение сперматозоид, то, что я рассказала, в этом этапе есть возможность пережить это заново и получить новый опыт. Но если мы не даем ребенку это осуществить, там игрушка очень высоко стоит, она тянется, тянется, никак не дотянется, а нужно, чтобы у него ручки касались до этих веселек, которые мы на люльке ставим, эти цветные игрушки. Он смотрит на них, хочет дотянуться, а он то рукой не может дотянуться, потому что руки завязаны в крепкую, или это слишком высоко, до него не доходит. И тогда эта травма усиливается, и по жизни он не может достигать цели, потому что это висит, что-то недостижимое, ну и что, зачем мне мечтать, все же равно у меня ничего в жизни не случится, не получится. Дальше, тянет к себе, захватил и притянул. Притянул, у нас сейчас многое на резинке. Отпустил, ушло. Вот когда он смог взять себе и оставить у себя, вот в руках держит и не отпускает. Мы пытаемся из ручонки достать, он так всю силу сюда и не отпускает. Отлично. Он научился присваивать себе эти знания, значит, он может по жизни получать какие-то вещи, присвоить, признать своим, насладиться обладанием. Вот так и люди становятся теми, кто успешен в жизни, начатое доводит до конца и наслаждается. Вот бывает, люди, дети, вот пошли на конкурсы, выиграли кучу конкурсов, они такие несчастные входят. Ты почему такой несчастный? Да ничего, вот я завоевал, а сейчас мне надо вот это завоевать. Нет, чтобы насладиться. Я классная. У другого вообще нет, я смог. Теперь пойду дальше, еще больше. Нет, ну это ерунда, конечно. Но мастер, кандидат, мастера спорта, там в 12 лет, ну это ерунда, что там такое. Вы представляете? Люди спортом занимаются всю жизнь, так кандидаты не могут, ну ты в 12 лет кандидат в мастера спорта, а уже КМС уже сделал. Да ладно, это не важно. Понимаете, человек, и если так, человек не дает этому важность, как вы думаете, его психика поддержит его идти дальше, тренироваться, мучить свое тело, лишать себе каких-то там игр, встреч с друзьями. Нет, потом эти дети вдруг резко бросают спорт, на котором у них были успехи, и идут за ним, и просто идут гуляют, ничего не делают, не приходят в другой интерес, потому что, скажем, это не их интерес, а мамин, а вообще все бросают, и идут в телефон, в компьютер играть, потому что там легче достигнуть результата и примерить на себе другой образ, чем притянуть себе, захватить, обладать и чувствовать, что я реализованный. И следующее, отдать, поделиться. Помните, дети сидят, ты даешь им игрушку, а они бросают его. Ты иногда, мы взрослые, сердимся, он что, смотри, этот малыш, как меня вот так вводит за нос, да, я ему игрушку, а он бросает. А мы не понимаем, что он учится брать и отдавать, брать и отдавать, брать и отдавать, терять, терять от себя, отдавать, то есть это тоже важно. Вот мы с вами, учителя, да, что мы делаем? Мы берем знания, перевариваем, отдаем. Если бы мы не умели отдавать, делиться этим, то не было бы вот этого перехода из стадии в стадию, развития человека, наставничества, то есть отдавать можно по-разному, можно знания отдавать, можно материальные какие-то вещи отдавать, да, мы уже не носим эту вещь, нам не нужна, но кому-то будет нужна. Вот этот стол, мой интерьер уже не подходит, дай-ка я кому-то отдам. Нет, никому не отдам, пусть наваливается, вон в уголке вдруг понадобится. Дом заваливается, для нового нет места. Вот такие моменты. И внутриутробный период очень важен. Все средства, стресс, это неординарная ситуация, вырабатывает, помогает в организме выработать кортизол. Кортизол, это гормон, он служит, мы все говорим, о, кортизол, это плохой гормон. Нет плохих гормонов. Он служит для того, чтобы выработать больше энергии, чтобы человек мог сопротивляться тем жизненным проблемам, которые попадают ему в жизни. И самое интересное, она, вот эти чувства мамы, записывается как эпигенетическая программа выживания. Когда 11 сентября были разрушены эти два здания в Нью-Йорке, после этого ученые делали исследование. Вот беременные женщины, которые были поблизости, видели, в зависимости от того, в какой триместр у них был беременности, проверяли у детей, уровень кортизола и прочего. Дети разжидались с повышенным кортизолом. Точно так же они проверяли, например, у детей жертв Холокоста, кто был в концлагерях, у них тоже повышенный уровень кортизола. Самое интересное, в третьем поколении у внуков кортизол был нормальный. То есть, когда кортизол высокий, человек проявляет тревожности, он активно двигается, вот как бы выходит. Дальше у него нет тревожности, вот этого кортизола нет, но чувство страха запечаталось на генетическом уровне, записалась эпигенетическая программа, которые мешают человеку реализоваться. Вот что такое это. То есть, очень важные моменты, об этом сейчас мы не будем говорить, но мы видим, как возникает тревожности, чтобы понимать, есть вещи, которые мы можем поменять, а есть вещи, которые не в наших силах. Мы не можем поменять, но мы можем создать атмосферу, при котором ребенок переварит, переосмыслит все это. В чем особенность детского восприятия? У ребенка нет маленьких чувств. Если ребенок, вот он кричит прямо, нам кажется, ну ерунда такая, а он вестили по целую устроил. Так вот, для него эти эмоции самые настоящие, самые глубокие и самые болючие, да, больные, как говорят. Второе, вы часто видели, ребенок упал и смотрит на взрослых, как реагирует. Если взрослый никак не реагировал, встряхнул, пошел дальше. Если, ой, тебе больно, вдруг лицо меняется, начинается реветь и начинает реветь. Понимаете, он смотрит, как должен реагировать на ситуацию. И есть третья особенность, ребенок быстро переключается. Если это стезильно-травматическая история, мы переключаем. Есть еще другое, здесь я не написала, это уже не то, что как воспринимает, а как защитный механизм, включается у ребенка и вырубает память в некое время, пространство, где ребенок это не помнит, потому что он в данном состоянии, в данном возрасте, в данном контексте не может решить эту проблему. Но вот это закупоренное будет повторяться чуть позже, старше, чуть постарше, через два года, когда он станет старше, выявится аналогичные ситуации, аналогичные реакции, эмоции с тем, чтобы он преодолел. Если мы вокруг используем марк-терапию или какие-то способы, у него это прорабатывается, выходит, исцеляется. Если нет, то травма усиливается, это как рана, да, уже вроде бы зажила, и здесь есть какая-то, мы его расковыряем, кровь пошла, надо бы эту инфекцию вылечить, а мы не лечим, мы просто сверху опять накрыли лейкопластырем, вырос на рост еще больше, еще больше, а гно идет глубже и больше. Вот точно так же в жизни человека в разные периоды, вплоть до взрослого возраста, иногда люди всю жизнь в повторяющиеся ситуации идут, они родились тогда еще в неутробном, в утробном состоянии, да, в утробе мамы, в детстве не были исцелены, и они проявляются уже. Как мы меняем все это? Во-первых, все зависит от того, как мы реагируем на ситуацию. Михаил Саидов, если не ошибаюсь, предлагает вот эту систему Озеро, она мне очень нравится. Во-первых, О, это аббревиатур, обстоятельства, значения, которые мы ему придаем, эмоции, которым мы проживаем, исходя из этого значения. Потом по этой эмоции мы реагируем и появляется новое обстоятельство. Смотрите, что случилось? шарик лопнул, да? Если я знаю, что шарик лопнул, какое у меня значение? О, шарик лопнул. А если человек стоит спиной, он не видит, что это шарик, и что-то лопнуло, и если в его памяти было, скажем, ребенок из ДНР, где там стреляли, он этому дает значение, что где-то выстрелил пистолет. где-то произошел взрыв. Вы чувствуете, какая разница может быть? В первом случае это эмоция, ой, шарик лопнул, пойду, следующий я сам этим иголочкой проткну. А у того ребенка совершенно другая эмоция, потому что, ну, это смертельно. Следовательно, какая реакция будет? Реакция, первая, пойдет чем-нибудь ковырять следующий шарик, чтобы он лопнул, а у первого они менее оцепенение или просто убежит под стол куда-нибудь. И из этого реакции новые обстоятельства, усиление травмы или новое обстоятельство, ну и что много шариков есть еще возможность что-то сделать. простая казалось бы ситуация. Читаю комментарий. Ребенка приводит родителей в школу и интернат в дошкольную группу на две недели. Ребенок плачет, как лучше переключить успокоить его. Какие действия воспитателя? Смотрите, ребенок когда приводит в интернат дошкольный на две недели, ребенок чувствует, что его покинули, его забросили. Первое, что надо сделать, ему не хватает тактильных ощущений. Тактильных ощущений приласкать, обнять, сказать, что он нужен, хотя бы как минимум. Как хорошо, что он есть в этом мире, потому что вот он то, что не получает от родителей, ему просто это необходимо, почувствовать, что он в этом мире кому-то нужен. И может быть, сказать, что он нужен, вот, чтобы лечить этого мишку игрушечного, поиграть, позаботиться о котенке, кормить. И если он чувствует, что он для кого-то нужен, это дает хоть какой-то смысл его существования. Иначе он понимает, что он никому не нужен. Если его еще и ругать, то будет хуже. Здесь не переключение, нужно отдать именно другую ценность ребенку, при котором он чувствует, что не зря он в этот мир пришел жить. Он для чего-то нужен, кому-то нужен и как-то реализовать себя. На самом деле, это очень сильная травматическая ситуация. В дошкольном возрасте ребенка на две недели это ужас. Арт-терапия. Что такое арт-терапия? Это любая творческая деятельность, рисование, музыка, театр, стихи, танцы, где мы не просто это делаем, но мы ставим туда определенные цели. Во-первых, перепрожить жизненный опыт, чтобы по-новому воспринять свои эмоции и видоизменить, чтобы была эта схема озера, обстоятельства реакции, чтобы выработать новую реакцию. Чтобы поддать новое значение, новое значение тому же обстоятельству. Было обстоятельство, мы будем рисовать, писать похожую ситуацию, обстоятельства выстраивать, давать ему другие, альтернативные значения, причем не одно, а может каждый раз разные значения. Исходя от этого будут меняться эмоции, будут меняться реакции, будут меняться действия. И обязательно в арт-терапии присутствует рефлексия, когда мы в конце проходим по этим всем пунктам, осмысленно проговаривая. Так, арт-терапия. Первый этап это диагностика. Все равно мы через арт-терапию можем вывести такие вещи, которые ребенок не может высказать. Не потому, что он не может говорить или словарного запаса не хватает, но потому, что он сам не осознает, что в нем происходит. Да взрослые люди приходят к психологу, сами не дают один запрос, а когда присматриваешься, находишь совершенно другие причины данной ситуации, что запрос-то в совсем другом. Дальше. Проработка. После того, как мы диагностировать, прорабатываем, даем выразить эмоции. Мы сказали, что нет плохих эмоций, все они нужны. И вот важно здесь дать эмоции высказаться, потому, что если ребенок не высказал эмоции, они перейдут в психосоматику, взять простая вещь. Как возникает болезнь, онкоболезни. Это когда человек пережил стресс, первый слой, второй, перенес его в одиночестве, третий, ни с кем не поделился, не дал выразиться своим эмоциям. Если бы он заорал, если бы он взял что-то, разбил, не знаю, что, закричал, пошел бы в лес, во всю глотку наорал бы, болезней бы не было. Если бы он сел с другом с кем-то, проговорил, то это тоже. Но, друзья мои, это уже все говорят, что аллергия это психосоматика. Я у себя аллергию лечу моментально, просто принимаю, говорю, милый мой организм, для тебя это не опасно, это наш друг, и все хорошо. Это зависит от того, насколько хорошо вы контактируете со своим организмом. Я сама контактирую со своим. Кому-то другому нужен другой человек, кто психотерапевт, психолог, который поможет найти психологическую причину и договориться со своим организмом. Дальше. Артерапия позволяет пройти практику недостающего жизненного опыта. Не только у детей недостаточно жизненный опыт у нас у взрослых тоже, мы постоянно идем по знакомому руслу, но это знакомое русло, это колея почему-то не доводит нас до желаемого результата. Мы идем дальше, 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 а она дальше в лес, не туда. А здесь мы через посмощь артерапии можем потренироваться, другие жизненные опыты, другие колеи, другие возможности измерить, потому что это за столом в комнате безопасной территории и перепрограммировать наше сознание уже на другие действия, когда мы видели результативность, что можно сделать по-другому. Программирование уже идет во время рефлексии. Итак, виды артерапии тут всего лишь малая часть. Изотерапия, когда мы рисуем это, лепка, прочая, музыка, метафорические ассоциативные карты, маг и сказка терапия. Здесь я пойду уже быстрее. Диагностический тест двери. Вообще, когда мы открываем дверь, мы не знаем, что за дверью. И посмотреть, а что за дверью у нас хватает многочей фантазии. Если я вам спрошу сейчас, друзья, представьте дверь, вы можете представить, у каждого эта дверь будет своя. Черно-белая, цветная, железная, деревянная, стеклянная. А что за дверью? Совершенно разные истории. Поэтому детям даем два листка, карандаш А4 и говорим нарисуй дверь, пожалуйста. По окончании на втором листе нарисуйте, а что за дверью? И после мы начинаем разговаривать, потому что дети рисуют очень интересно. Однажды показали такой рисунок. Значит, мама, папа, ребенок, у них на шее что-то висит, ты смотришь, первое, что у кого, виселится, ужас какой. А ребенок из нормальной семьи, вроде ничего не показывает, все висельники, мама, папа, ребенок, спрашивают ребенка, а это что такое? А говорят, это мы под водой с аквалангами. Понимаете, это трубочки, чтобы дышать, а нам кажется, а мы видим свою картину, поэтому дети не такие художники, обязательно вербальный анализ. Мы спрашиваем, что за дверь, можно ли туда войти, а ты кого впустишь туда, кому нельзя зайти, что за дверью, представь, что ты входишь, а что там ты чувствуешь, когда ты заходишь туда, что ты там чувствуешь, меня пригласишь, а что мне интересного покажешь. То есть всякие-всякие такие вопросы. И дальше, это была диагностика, и мы понимаем, что творится с ребенком. Дальше, если ребенку некомфортно, мы скажем, а как сделать, чтобы тебе было там хорошо, комфортно за этой дверью, что там должно быть, чтобы было хорошо, и он начинает рассказывать. Когда он рассказывает, он видит из своего арсенала знаний именно то, что ему комфортно. Мы понимаем, как с этим ребенком общаться, что ему дать, где есть ресурс для исцеления его травмы, что там должно быть, а что можно дорисовать, а давай-ка дорисуем вместе, вот чтобы там тебе было хорошо. Хочешь ластиком сотрем, или новый нарисуем, уже другую дверь, где тебе приятно заходить, где там интересно, где-то не страшно. И можно дорисовать детали, протестировать свои ощущения. Кстати, эти двери ребенка может нарисовать каждый день, они будут совершенно разные, в зависимости от того настроения, в котором находится прямо сейчас ребенок. И можно инсценировать вхождение, то есть мы уже из руки, из мыслительного переходим в телеску, когда представляем, что вот здесь эта дверь, и мы в него входим. Что ты чувствуешь, что ты чувствуешь здесь, а когда прошел, что происходит, осмотрим пространство и входить туда уверенно. После того, как мы сделали эту территорию безопасной двери, безопасной двери, мы заходим сюда, и получается вот такая картина интересная. Ой, друзья мои, читая ваши комментарии, это здорово, просто круто. Спасибо вам большое. Мактерапия, метафорические ассоциативные карты, они бывают самые разные. Мы можем очень, кто глубоко с ними работает, им даже вот не нужно никакой подсказки, они знают. Если вы скажу, впервые увидели метафорические карты, картинки, книги, не знаете, как сделать. Вот можно выбрать карту состояния и карту желаемого, вот как сейчас есть, а как ты хочешь, чтобы было. Ребенок листает и находится, вот у меня еще стоп, а вот хочу, чтобы было так. Да, ну, например, вот здесь кошка черный, я в одиночестве, а хочу, чтобы было вот так, чтобы маскарад, радость какая-то. К примеру, да, выстроить с ребенком шаг за шагом маршрут достижения, а как ты можешь это сделать? Пойти пообщаться, не знаю, там что-то сделать. Он сам начнет рассказывать, у него свои возможности, а как ты при этом будешь чувствовать. На каждом этапе мы фиксируем ощущения, если им плохо, тогда говорим, а давай пойдем, а как сделать, чтобы тебе было хорошо, а как должно получиться. И мы, главное, наш акцент с тем, что перевести детей на то, что они сами могут изменить ситуацию, не ожидать, пока сверху придет, как они хотят, они могут менять значение, ведь когда я меняю значение, то я сама конструирую свои эмоции, да, мне кто-то сказал плохое слово, если я чувствую, что меня хотят обижать, я обижаюсь, да, а если, человек сказал, наверное, ему плохо, он пытался как-то освободиться от своего плохого настроения, вот и сделать. Мак-карты для детей, что это такое? Во-первых, очень хорошая карта есть у Довлатова, Константин Довлатова, у него вот Котомоции, кошки очень подходят, там есть Моя семья и что-то с кошками очень хорошее, любые подойдут, немножко сложные картинки, более травматичные у Ирины Орды, травмы детские, да и разные есть карты, можно распечатать, но эстетично, когда вы все-таки покупаете готовые карты, если вы в интернете забьете их такое огромное количество, посмотрите по своим ощущениям, а песок, да, песок тоже относится к артерапии, песочной терапии, супергерой, смотрите, супергерой, можно его нарисовать, можно слепить, кто такой супергерой, который преодолевает препятствия легко, ему все ни по чем, что-то случилось, он что-то делает, да, человек, паук и так далее, можно нарисовать, можно из пластилина слепить, обмундировать его, дать в руки какую-то вещь, пусть он рассказывает, а в чем его сила, а потом можно нарисовать герб, сказать, а знаешь, в старину были у людей герба, показывали, в чем их сила, давай нарисуем этого супергероя, и если этот герб мы будем ставить, скажем, на видное место, каждый раз, когда ребенку плохо говоришь, а давай пойдем, посмотрим на твой герб, и посмотрим, какая суперсила тебе нужна, чтобы ты смог преодолеть вот это, чтобы тебе было хорошо, и он берет, и берет, это суперсилу себе присваивает, вот силу, какое-то качество, которое есть, а если нет, это какое качество можно дать, а как мы дадим, в виде чего, ребенок это материализует, это может быть волшебное кольцо, палочка, копье, лазерный меч, и каждый раз мы можем это новое качество в виде какого-то предмета добавить к этому супергерою, то есть эту картинку мы не теряем, вот, и получается, что ребенок становится обладателем этой суперсилы, супергерои в действии, когда уже мы включаем телесную, это драматрепи, и ходим походкой изображенного этого героя, как он, или он пластичный, как пантера ходит, да, или этот, как человек, он натягивает и пальцы, ну мы представляем, да, конечно, этого нет, или смело ходит, вот смело пошел, вот вы вытянулись, и у вас появилась энергия, сил, вы же супергерой, не пойдет в животок, это же определенная эмоция, он выпрямит плечи, и тогда голос изменяется, меняются слова, рассказать, а что чувствует супергерой, для окружающих надо, конечно, детям сказать, а давайте поаплодируем, вот он такой супергерой, и каждый по очереди становится супергероем, девочка может стать ласковой, нежной красавицей, принцессой, какой-то сказки, вот она такая нежная, да, то есть это супергерой, не только силы, потому что у женщины есть другая сила, природная сила, это нежность, мягкость, и мы это все передаем, и важно, когда мы переходим, через эти практики арт-терапии, должно быть три составляющие, быть, делать, иметь, когда я являюсь кем-то, я делаю определенные действия, имею такой-то результат, если я принцесса, я хожу как принцесса, и я умею уважение, внутреннее достоинство, и люди обращаются ко мне как с достоинством, если я смелый, тогда я делаю смелые действия, и имею смелость достигать поставленных цел, или взять, что-то нарисовать, сделать, довести дело до конца, так, если я пугляшка, пугливый, то что я делаю, я прячусь, в итоге что я имею, маленькую норку, там, это улитку, в которой я прячусь, где я могу спрятаться, вот это очень важный момент, то есть каждый раз мы можем проработать по этой схеме, любую ситуацию, вот этот человек имеет это качество, будучи тем, что делает и что имеет, а как ты хочешь, если ты хочешь что-то иметь, что ты должен делать, а чтобы это сделать, кем ты должен быть, то есть мы можем идти от обратного, если нам не нравится то, что мы имеем, то делаем таким образом, и выражение эмоций, через музыкотерапию, то есть через звуки, ребенок может показать вот этот, изобразить шумовыми инструментами какие-то звуки, это может быть ложки, карандашики, даже бумагу взять, когда ты сердишься, как этот звук, он ту, вот так трет, когда ласковый, когда ласковый, вот так, то есть эта бумага, простая бумага, она шумит, она издает звук, и по-разному проходит этот звук, и мы пытаемся, вот используя супергероев, по-разному звучать, то есть мы включаем несколько техник вместе, пение песен, это вообще включение и логики, и творческое, то есть и левая, и правая полушария начинает вместе работать, очень хорошо песни про солнце, потому что оно светит всем, про сильного любящего папу, потому что папа заместитель бога на земле, первый образ бога, если ребенок не уважает папу, то он не уважает бога, понимаете, у него нет контакта с богом, с божественным, он не чувствует себя защищенным, ему становится плохо, и плюс в нем 50% ДНК, если он не любит папу, то он не признает себя на 50%, это ущербный человек, и которому плохо, дискомфортно, про маму, абсолютного защитника ребенка, это как ангел-хранитель, это 50% ДНК, тоже 50%, вторые 50%, если не уважение к маме, то это неприятие самого себя, про самого ребенка, который обладает недостающими качествами, он сильный, классный, яркий и так далее, про дружбу, потому что мы в социуме живем, и все травмы от социума. Друзья мои, я уже завершаю, мне осталось два слайда, я вижу, что время тоже уходит. И что получается? У нас есть травматический опыт, это больная, уверенность, слабость, и прорабатываясь с помощью арт-терапии, мы приобретаем новый опыт решения проблем, и тогда у нас высвобождается сила, уверенность, открытость, потому что мы имеем практику. А если маму невозможно любить, что делать? Все равно любить. Знаете, недавно Юлия Ходарцева, такой расстановщик, она сказала одну фразу. Все идут на практике простить маму. За что простить? Скажите, за что простить? За то, что она 9-9 месяцев давала свои зубы, весь кальций тебе, чтобы твои косточки здорово росли, у нее падали волосы, за то, что она матку рвала, чтобы тебя родить, за это ты простить? Да благодарить должен. Что бы ни было, мама позволила вам прийти в этот мир. Вы в мир пришли благодаря ей. Так что благодарите за это. Больше ничего от нее не ожидайте. Если она даст, это благо. Если не даст, уже, уже много. Наверное, любить маму, которая живет в голове. Нет, надо принять ее такую, какую есть, но благодарить, потому что в какой-то момент ваша душа выбрала ее своей мамой. Для чего-то это нужно. И поблагодарить ее за то, что она вот позволила вам родиться. Она могла не позволить это. Сколько людей сделали, а Бог, что дети не родились. А вы родились. Вы имеете возможность жить. Отдавайте своим детям то, что не получили от мамы. Скажи, мама, спасибо тебе. Я поняла, каким мне надо быть. В этом мой урок. Все равно, вы знаете, можно поговорить хоть с фотографией, даже если ее уже нет. Но это уже давайте другая история. Не будем здесь останавливаться. Этапы проработки. Диагностика. Первое. Проявление проживания эмоций через творчество. Новое восприятие и присвоение нового успешного результата. Смотрите, очень важно присвоение. В каждой диагностическом рисунке вы можете вносить изменения любой диагностический, астерапевтический рисунок, музыка и так далее. Мы вносим изменения до положительного состояния, до достаточности и присваиваем этот успешный опыт себе. Тогда мы получаем быть, делать, иметь. Ну вот, дорогие друзья, благодарю вас. Если у вас остались вопросы, этот QR-код на мою страницу ВК. Вы можете мне написать, задавать опросы. Вопросы. Буду рада помочь. Все, друзья мои, спасибо. Океан полезных идей. Большое вам спасибо. Это вы... Вам спасибо, потому что вы создали такое поле, при котором вот некоторые мысли приходят по ходу. Я смогла раскрыть, надеюсь, наиболее полную эту тему. Благодарю вас. Ну что ж, до свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok